Рекордное число беженцев почти 13 тысяч прибыли за минувшие сутки в Словению. Похожая ситуация в соседнем Македонии, но там опасаются, что скоро придется встречать по 30 тысяч человек в день. Против приема приезжих в очередной раз резко выступает Венгрия. По мнению ее премьера, политика лидеров ЕС дестабилизирует демократию. Никто в Европе никогда не голосовал за то, чтобы размещать мигрантов сотнями тысяч. Андрей Михайлов о том, что сейчас происходит на границах. Балканский коридор становится для беженцев все уже. Когда окончательно закроются погранпункты на всем его протяжении, лишь вопрос времени. Словения, Хорватия и Австрия пока пропускают. Но процесс регистрации невероятно затянут. Пока записывают тысячу, к границе прибывают еще десять. Ситуация очень серьезная. Люди ночевали на улице, потому что границу закрыли. Процедура оформления документов медленная. Здесь очень много семей с детьми, много беременных. Если в ближайшее время не предпринять меры, это будет катастрофа. Погода в любое время изменится, и ожидание на границе может стать смертельным для многих. После нескольких дней напрасных ожиданий беженцы из лагеря в славянском городе Брежице не выдержали и подожгли палатки, решив таким способом ускорить процесс по их пересылке. Полиция вовремя заметила поджог, никто не пострадал, но своих временных домов лишились пять семей. Чтобы пресечь подобные инциденты, славянские власти приняли решение направить к границам военный контингент, который вместе со спецназом будет патрулировать территорию. Тех, кто еще не смог пересечь границу, ожидает холодная ночь на улице. Немного воды, одеяло, выданное волонтерами, кукуруза с соседних полей и наспех сложенный костер. Вот все, что есть на ближайшие дни у беженцев сербской стороны границы перед долгой дорогой через Хорватию. Это моя бабушка, ей 84 года. В Сербии нам никто не помогает. Ладно, мы молодые, но вот ей нужна медицинская помощь. Да тут сотни нуждаются в помощи. Но я никого, кто мог бы помочь, не вижу с тех пор, как приехал сюда. Власти Словении продолжают исправно выполнять роль транзитного государства. Формально делается все возможное. На деле полное отсутствие координации, как между собой, так и с соседями. На погранпереход Шенти, что у австрийской границы, прибыл очередной поезд с двумя тысячами беженцев. Их встречает всего 20 полицейских. А Хорватия ежедневно сваливает на Словению тысячи вновь прибывших беженцев и при этом обвиняет Рюбляну в неповоротливости и медлительности в оформлении документов. Венгрия в очередной раз заявила, что не собирается открывать свои границы и назвала крупнейший миграционный кризис не иначе, как вторжением. Мы закрыли границу и предложили отправлять беженцев обратно в Грецию, а не на север, в Австрию или Германию. Наша цель – остановить вторжение на территорию Венгрии. В противном случае это убьет Европу. Шенгена больше не будет. Мы должны защитить Европу. В Греции миграционные власти, похоже, окончательно запутались. Если сирийцы еще могут рассчитывать на получение документов, то что делать с иракцами, иранцами, афганцами, пакистанцами, греки не знают. Единственное решение – временно закрыть пункт выдачи разрешений. Просидевшие в очереди по нескольку дней люди устраивают драки за право быть первым. Уже в ближайшее воскресенье лидеры глав государства Евросоюза в очередной раз соберутся на экстренный саммит. Обсуждать будут беженцев, скопившихся на Балканах. Но стоит ли ждать конкретных решений, когда у лидеров ЕС нет ничего, кроме пламенной риторики – неясно. Андрей Михайлов, Первый канал.